К нам в редакцию обратилась жительница Петербурга, которая уверена, что стала жертвой мошенников. Некая фирма предложила заняться изготовлением подарочных свечей на дому. Пришлось выложить кругленькую сумму за обучение на расходные материалы. А в итоге новоиспеченная ремесленница оказалась неисправимой бракоделкой. Не таких много. Почему хотели заработать, а в итоге должны платить, разбирался Алексей Багин. Укладываем грунт, затем мы его промасливаем для того, чтобы у нас не появились пузырьки. Пенсионерка Ирина Ширинкина вазелина не жалеет. В емкость с ракушками льет его от души. Говорит, главное, чтобы струя была ровной и не прерывалась. Тогда в самодельных свечах не появятся пузыри. Их женщина боится больше всего. Практически ювелирная работа. Да, конечно. Это, в общем-то, кропотливая. Я и говорю, что она красивая, но просто так это не делается. Изготавливать сувениры пенсионерка решила, увидев объявление. Доход якобы 12 тысяч рублей в неделю. График свободный. Бывший металлург, специалист в области цветных сплавов, была уверена, у нее все получится. Но на деле вышло иначе. Я изготовила 18 годных. И они мне за это заплатили 270 рублей. А за то, что я сделала брак, вот видите, забраковали у меня эти свечки. За 6 штук я заплатила им 750 рублей. То есть вы еще и в минусе оказались? А как же, конечно. 7 тысяч рублей Шеринкина заплатила только за обучение технологии. Чтобы на дом выдали расходный материал, пришлось выложить еще 3 тысячи. Итого целая пенсия. Думала, расходы окупятся быстро. Ошиблась. Говорит, когда сдавала готовую продукцию, стали придираться к мелочам. Неровный фитиль и небольшие пузырьки назвали браком. Покупать отказались. Вместе с женщиной мы посетили семинар по трудоустройству. Оказалось, недовольных хватает. Какая-то несуществующая сумма за обучение. Обучение тут можно хоть неделями сидеть, качественно не сделать. Вы же сами прекрасно это знаете. Просто зачем дурить-то народ? Зачем дурить народ-то? Ну, качественно не сделать на дому вот такую вот продукцию. Вот именно получится. Качественно сделать можно, не нужно. Представитель фирмы заявил, с наемниками заключается договор. В бумаге все четко прописано. Если некоторые чего-то не понимают или переоценивают свои возможности, это их проблемы. Компания дорожит каждым сотрудникам. Когда приходила здесь предупредить людей, чтобы они не попали в мою ситуацию, Алексей Евгеньевич сказал, что хотите по очкам получить? Для этого есть милиция, куда я уже написал заявление, сегодня понесу. То есть госпожа, да, она говорит, я буду мешать вашему бизнесу. Сейчас Ирина Ширинкина ищет новую работу, не связанную с вазелином. Говорит, если найти не получится, начнет читать лекции на тему, как избежать надувательства пузырей. Алексей Багин, Андрей Купаев, Надежда Шамова. Место происшествия.